МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В США принял присягу 45-й президент Дональд Трамп. Каким будет этот политический сезон и как долго он продлится, не знает никто. Ответов меньше, чем вопросов. Для Украины один из главных вопросов – сможет ли Киев достучаться до Трампа? АПЛОДИСМЕНТЫ Я приветствую аудиторию, которая пришла нас сегодня поддержать и послушать, о чем будут говорить политики и эксперты. Политиков и экспертов тоже приветствую. С началом всех нас нового сезона, как минимум эфирного, наших баталий, словесных в нашем ток-шоу «Черное зеркало». Тема заявлена. Первый час мы посвятим геополитике. Но начнем с того, с главного события этого дня, все-таки с того, что происходило в Вашингтоне, как это было. И есть ли уже ощущение в Вашингтоне, что Америка начала меняться? На все эти вопросы нам будет отвечать мой коллега Дмитрий Ановченко. Ему очень повезло. Он лично присутствовал на церемонии инаугурации 45-го президента. Дмитрий, рад снова тебя приветствовать сегодняшним вечером. Скажи, ну вот есть уже какие-то подвижки? Уже чувствуется, что Америка потихоньку становится другой? И это уже Америка не Обамы, Америка Трампа? Ну, ты знаешь, я тебе откровенно скажу, есть несколько примет, вот есть несколько таких очень важных моментов, по которым можно судить, что Америка таки, да, начала меняться. Ну, во-первых, два президента в одном городе находиться не могут. Вот это давняя традиция, и поэтому для Обамы подали вертолет. Обама практически вот отсюда, от Конгресса, на глазах у всех, вылетел, улетел на военно-воздушную базу «Эндрюс». Оттуда бортом номер один отправится в Калифорнию, проведет там последний свой отпуск, но вот уже в статусе уходящего президента. И что интересно, после этого борт номер один, знаменитый президентский лайнер, переходит Трампу. Увы и ах, Трамп больше не сможет пользоваться своим роскошным лайнером, золоченым, шикарным, роскошным. Он должен будет пересесть на борт номер один. Ну вот еще одна примета, мало кто об этом знает. Вот просто сейчас расскажу, как определить, начала ли меняться Америка. Дело в том, что Трампу был передан так называемый ядерный чемоданчик, «Наклерфутбол» его называют в Америке, металлический кейс в черном кожаном футляре. И есть еще карточка, называют ее здесь «Бисквит». Это карточка с кодами для управления баллистическим оружием. И вот был момент, до последней секунды офицер, который носит этот чемоданчик, он ходил за Обамой, потому что Обама был президентом. И вот в какой-то момент, в какую-то секунду этот офицер перешел к Трампу и начал всюду неотступно ходить за Трампом. Так что один из признаков того, что ты президент, это еще то, что у тебя в руках не только ключи от Белого дома, но и ядерный чемоданчик. И если есть еще буквально 30 секунд, расскажу, что сейчас происходит. Важный момент, момент очень показательный. Дело в том, что вот сейчас проходит здесь в Конгрессе обет для американского эстеблишмента, дает его Дональд Трамп. Практически не так много времени осталось перед парадом, но Дональд Трамп этот обет хотел отменить. Он хотел дать пощечину политикам и демократам, и республиканцам, тем, кто его не поддерживал в обоих лагерях, и хотел этот обет не проводить в нарушении традиции. Потом все-таки дрогнул, потому что ему нужна поддержка в Конгрессе, но поступил очень забавно. За его спиной сейчас повесили картину, которая называется «Вердикт of the people», «Вердикт народа». Так вот, на этой картине, написанной она в середине 19 века, член избирательной комиссии объявляет о победе президента, и толпа разделена надвое. Кто-то радуется, открыто, ярко радуется, а кто-то просто рыдает, кто-то в расстроенных чувствах. Видимо, эта картина – это очень хороший намек и очень хороший показатель, что сейчас происходит в Америке, и что хотел сказать Дональд Трамп. Дим, ну вот, кстати, о том, что хотел сказать и что скажет Дональд Трамп, ты ведь не только следишь за происходящим, ты, я знаю, ты активно общаешься с американскими политиками, в частности, в Вашингтоне. Как ты считаешь, легко ли будет для Украины выстраивать новый диалог с Америкой Трампа? Будем ли мы в приоритете для Вашингтона? Ты знаешь, я вот не хотел бы загадывать, потому что о первых шагах Трампа все сейчас гадают, и явно Вы в этой студии с экспертами, с гостями будете говорить, а какими они будут, первые шаги Трампа. Дело в том, что о первых шагах Трампа мы узнаем уже вот-вот. Был задан вопрос новому преседектору президента, ожидать ли первых визитов, ожидать ли зарубежных лидеров на этой неделе. Был ответ, что в ближайшую неделю, дней 10, никто Америку не посетит. А если дальше кого-то мы пригласим, то мы Вам скажем конкретно, скажем позже. Был задан вопрос, когда будут подписаны первые указы Дональда Трампа, и вот я общался с людьми, которые в его команде отвечают за прессу, мне сказали, что к сегодняшнему дню отобрали порядка 200 указов, которые новый президент может подписать, либо это указы президента Обамы, которые он может отменить. Часть этих указов уже в прямом эфире американского телевидения Дональд Трамп подписал, после каждой подписи и ручки раздаривал, символично это было все сделано. Но дело в том, что вот это показатель, очень хороший показатель, что Дональд Трамп с переменами, с изменениями тянуть не будет. Первая часть указов, в частности, касается она и нелегалов, и Мексики, и борьба с преступностью, и кадровые назначения были подписаны уже сегодня. Так что мое предложение, давайте просто подождем. В самое ближайшее время будут подписаны основные указы, и мы увидим, какова позиция, в том числе и по отношению к России, к Украине, к международным вопросам. Чуть-чуть осталось подождать. Спасибо, Дим, за работу. Ждать-то, конечно, мы будем, нам ничего другого пока не остается, но позагадывать и попрогнозировать мы все-таки сегодня этим займемся. Александр Мартыненко, хочу начать с экспертов. Многие эксперты говорят, что Украине придется выстраивать отношения с Соединенными Штатами чуть ли не с белого листа. Вы согласны с ними? Придется обнулять всю предыдущую историю или нет? Ну, знаете, к сожалению, это не белый лист. Это лист уже... Ну, это нельзя сказать, что да. Ну, тут сказать, серый, черный не важно, не знаю, но явно не белый. Так не бывает. Да, все равно остается не осадок, остается все равно послевкусие того, что было раньше. Поэтому, конечно, будет выстраиваться отношения, имея в виду то, какими они были ранее у Украины с демократической администрацией, да, и то, как себя Украина вела во время предвыборной кампании. Безусловно, хотя бы на первых порах. Дальше, я думаю, это уйдет, дальше пойдет прагматика в чистом виде, потому что я не думаю, что... Ну, что-то надо понимать. Понимаете, республиканская администрация, она всегда отличается от демократической, независимо от имени, фамилии президента. Республиканцы никогда не делают мир лучше. Они мир воспринимают таким, какой он есть, а именно окружающим. Ну, а вам не кажется, что сейчас возник третий вариант, когда Трамп хочет отличаться еще от республиканской партии, по крайней мере, от ее верхушки, от эстеблишмента? Да. Ну, я говорил об эстеблишменте, о традициях республиканцев. Они воспринимают мир, какой он есть, и все страны, какими они есть. Они их не тянут в демократическое светлое будущее, да. Они работают с теми, кто есть. Кстати, вот это выражение «наш сукин сын, но наш сукин сын» это, в общем, скорее из терминологии республиканцев. А Трамп это в этом смысле республиканец в Кубе, потому что это человек, который не просто мало, у него есть, как бы, знаете, носитель идеологии такой республиканской подхода к миру, но он, ко всем прочему, еще плюс бизнесмен, не политик и все остальное. То есть это, условно, прагматизм, но не замутненный ничем, никакими идеологическими вот этими вещами, он просто в чистом виде. И с таким политиком ни мы, ни весь мир еще не сталкивались. И я боюсь одного, знаете, дайте закончить вопрос. Прослушав эту речь, я не знаю, может, нам это и к лучшему будет, но прослушав сегодняшнюю речь, я понял одно, что у нас впереди у всего мира огромные вызовы, огромные перемены. Они касаются и экономики, огромной, поверьте мне, это мы еще даже не можем оценить, насколько они будут огромными. Они касаются политики, они касаются возможного размораживания, к сожалению, конфликтов по всему миру, потому что сегодня уже называли и Ближний Восток, и Китай, и возможные Балканы. То есть я к чему? О том, что наш конфликт, мы привыкли к тому, что Украина центр, мы номер два, как минимум, после Сирии в мире по опасности конфликта. Мы можем отодвинуться дальше. Спасибо. Ну вот Вы сказали о том, что Украина, скажу так, накосячила во время избирательной кампании Трампа. На этой неделе Сергей Каплин. Вы призывали политиков, которые особо отличились, извиниться публично перед новой администрацией Белого дома, да? Вас кто-то услышал, мне интересно? Ну, я бы хотел начать, предсто, с того, чтобы отметить мужество избранного американского президента. Он мог быть менее амбициозный в своих обещаниях, и, в общем-то, его речь могла быть более традиционной. Тем не менее, на повестке, политической повестке штатов, сегодня очень серьезная задача, и то, что Америка имеет такого, на мой взгляд, перспективного и сильного президента, это большая заслуга американского народа. Я бы хотел, чтобы и наши элиты были по качеству, и эффективности, и амбициозности, такими же амбициозными, и такими же эффективными, и ставили на повестку такие важные и серьезные задачи. Вторая составляющая. Убежден. Нас ждут большие перемены. И, к сожалению, сегодня, после поведения Авакова, Петренко, Пашинского, всего Народного фронта, и Ценюка в том числе, связанного с личными, подчеркиваю, очень важный момент, личными оскорблениями кандидатов в президенты Трампа, мы политически, на сегодняшний момент, абсолютно изолированы в мире. И до тех пор, пока мы не сделаем организационных, системных выводов, связанными с, первое, извинениями перед администрацией, вторая составляющая, отставки Авакова, Петренко, и, по сути, ликвидации, как элемента коалиции Народного фронта, никакого диалога с Штатами не будет. Это мое глубочайшее убеждение. Я зарегистрировал... Вы знаете, в большой мировой политике, мы тут много можем умничать, рассказывать, скажем, какие-то свои технологические, геополитические версии, но большая политика, это еще и отношения между людьми. Я бы на месте любого уважающего себя человека не стал бы иметь никаких взаимоотношений с страной, где несколько дегенератов позволили себе вмешаться в внутреннюю политику другого государства. Сергей, вы согласитесь, что это политика взаимоотношений между людьми, которые хотя бы знают о существовании друг друга. Валентина Левайченко, вы недавно вернулись из Соединенных Штатов. Возможно, эти извинения и не нужны, не слишком возможно это значимые фигуры для Дональда Трампа. И, кстати, как вы можете прокомментировать слова Сергея об изоляции Киева в Вашингтоне? Добрый вечер. Это важно для нас. Важно для нас, понимание, и самое важное, что мир изменился, и изменилась политическая элита по всему свету. Зменивается порядок денный, световой политики и, важно, световой экономики. Эти зимы нам недоступны, если гражданам Украины. Но, что я видел в приходной администрации Трампа, или до инаугурации, уже инвесторы, световой экономики, ожидания развития экономики, все пошли в гору, еще до инаугурации нового президента в США. Союзники световые, которые нам важны, в том числе Украины, для нас безопасности, Израиль, Италия, Великая Британия, все, безусловно, поддерживали изменения и в НАТО, и в ЕС, и в других международных институциях. Для Украины, от новой администрации, чего не сделала украинская влада. Это нужно честно сказать, и, хай, поясню, почему они так сделали, только с одним кандидатом в президенты США. Четыре кроки от США. Теперь же от президента Трампа. Первое, зберегти международную коалицию на поддержку нашей территориальной ценности. Тиск на выведение войск из нашей территории агрессора и восстановление ценности. Второй крок, который обязательно нам нужен, от администрации США и от международной коалиции. Николи и ни за каких условиях не признавайте анексию Криму. Визнавайте, исключительно, украинскую территорию. Досвід республиканцев, а именно консерватори, пришли до влады в США и рвутся до влады в других странах европейских. Балтию никогда не признавали как захопленную, оккупованную или анексованную Радянским Союзом. Балтия стала незалежной. Третий крок, обязательно нам нужно дожить всеми возможностями поддержки финансовой, международной для обороноздатности страны. Для отбудования инфраструктуры. Это же его предвыборчий, и теперь уже президентский гасел, его программа Трампа. Отбудовывать транспортную инфраструктуру. Нам так же это нужно. Знайти возможности не Укрзалізницю вкрасти у людей, передпорядкувати Чекубю, Гройсману, а навпаки робити ті реформи, які здобувають больше грошей в экономику с залучением американских инвесторов. И четвертое. Бородьба с корупцией на найвищемо рівне. Закрывать незаконные офшоры. Перестать из страны выводить гроши, в том числе из международной финансовой допомоги. Цей президент, який щойно на присяги склав присягу и выступил своей промовой про Америку, так само чётко зайняв позицію і на виборах, і буде після виборів. Нульова толерантність для корупції, нульове розкрадання грошей, особливо на рівні політики від ті, що в політиці займаються... Аня Оксана. Так. Якщо так мав можливість проаналізувати виступ президента, він мав основну ключову тезу. Америка понад усе. Це дуже співзвучно з Україною. Україна понад усе. Для того, хто вдбає про свою державу. Друге важливе. Вперше було зібрано найбільше коштів. Дійсно, напевно, це в силу того, що є історія успіху підприємця, бізнесмена, зібрати кошти, які допомогли організувати сьогоднішній захід. Наступне дуже важливе, що насправді країна, яка переймається своїми кордонами, своєю внутрішньою безпекою, ситуацією в своїй державі, вона буде поважати іншу країну, яка прагне того самого. Ще одне. Він заявив про те, що він не є президентом республіканської партії, а він і президентом всієї Америки, навіть тої, яка його не обирала. Це дуже важко бути президентом із основним ключовим гаслом «Я хочу об'єднати Америку». Це теж, чим у 2014 році сьогодні стикнулася Україна. І мені здається, що ми дуже багато, слухаючи сьогодні його виступ, почули того, що сьогодні є близьке нам. І тому я думаю, що будуть успіхи у спілкуванні саме з новою елітою, яка прийшла до влади у Сполучених Штатах. Більше того, комітет закордонних справ в нашому парламенті робить дуже багато для того, аби ще до інаугурації зустрітися, спілкуватися з тими політиками, які сьогодні є в полуопливовими у Сполучених Штатах. Я думаю, що ці основні меседжі і сьогоднішньої промови, вони є ключовими в тому, що вони вимальовують, як би ми не хотіли бачити, як все погано і зрада, насправді трошки інші речі. І той, хто бачить свою країну сильну і потужну, я маю на увазі Україну, той ніколи не буде говорити, що тут немає перспективи. Власне, в цьому є той новий початок і це нова стратегія, яка буде вибудовувати сьогодні в Україні. Оксана, ну согласитесь, що в Україні політики можуть говорити все, що угодно. Є перспектива, ні, перспектива нам. Зараз найголовніше, ви говорили, сами сказали, об уваженні нам найголовніше, щоб о перспективах України в них поверили в Соединенні Штатах Америки. Вадим Карасев, к вам хочу спросить. Ви верите в то, що Києву в ближайшє часу вдастся наладити конструктивний диалог з Вашингтоном, хоча б такий же, як був при президентстві Обамы? Хоча, наверное, це навіть і радужно. Знаєте, діалог возможен тогда, коли є, що предложити, і яким языком ти говориш. Нам є, що предложити на сьогоднішній день? Дискурсом, яким ти дискурсом говориш. А для того, щоб що сказати і як сказати, як артикулировати. Надо понимати, що реконструирує то, що говорить новий президент. То, що він говорить, Америка превыше всього, це не самая хороша нова. Тому що це означає, що Америка не буде глобально вовлікатися в усі проблеми. Ей буде це все пофиг. Главне Америка. І це не самый хороший сигнал. Тому що у нас тут рядом соседі є, які теж, так сказати, на Україну смотрять, по-своєму. Значить, менше Америки в мире, більше Америки в Америке, це не самый хороший сигнал для України. Второе. Вот ми говоримо много тут. Перемени будуть і так далі. А в чому тут перемены? Смотрите, це перший президент за последні 50-60 років, який не говорить о лідерстві в мире, що Америка лідер свободного мира. Посмотрите його выступління. Он говорить, ми не будемо нав'язувати свої ценності. А як завжди Америка нав'язувала свої ценності свободной торговли, свободного мира, либеральної економіки, демократизації і так далі. Говорить, не, ми этим заниматься не будемо. А що для нас? Для нас важна Америка. Он не глобаліст, а націоналіст. Це дуже важний момент. Почему? Тому що ми були інтересні в предыдущій администрації Обамы з точки зрення Майдана, демократичній революції, демократичних преобразований, як і всі Америки за 25 років з точки зрення европейського демократичного транзита. Для Трампа це нічого не важливо. Не важливо для нього це. Він буде нас рассматривати в контексті Росії. Я ще раз хочу одну таку вещь сказати. Понимаєте? Так, крамольну, скажу, може були. Трамп не сторонник дипломатії альянсу. Он сторонник дипломатії сделок. Що такое дипломатія альянсу? Це коли внішна політика делається. Через НАТО, через Європейський Союз, через Международний валютний фонд, через Всемирну торгову організацію, через ООН. Для нього це нічого не значить. НАТО, він скептично відноситься к цьому. Європейський Союз, він рад, що британці висяли з Брекзита. Читайте його інтервію. Говорить, Європа, вона ж под міграційним кризисом. Що такое дипломатія сделок? Він буде постійно сделок. С Росією буде вигодна сделка. Сделають эту сделку за нашою спинною, за нашу счет. С Китаєм буде хорошая сделка. А он за спиной, Россія за спиной останется, он с Китаєм сделку сделает. Дальше. Для нього главный враг – це Китай. Росія для нього важна с точки зрения инструмента сдерживания давлений на Китай. Если у нього получится эта сделка, значит, нам надо готовиться к этому. І ще один момент. Раньше ми обеспечивали во многом свою безопасність, стратегию за счет коллективной безопасности НАТО, Європейские союзы и так далее. Вот сейчас я не знаю, сможем ли мы обеспечить или надеяться на вот эти гарантии коллективной безопасности. Имеются ли у нас внутренние источники для национальной безопасности? Или, может, надо как-то дипломатию перевернуть, переформатировать и искать не только новый дипломатический дискурс, но и дипломатию новой. Наверное, надо готовиться к тому, что дипломатия вот этих сделок или дипломатия угод – это не на один год. Василий Филипчук, кстати, уже выступил с мнением о том, что нужно нам менять нашу внешнюю политику, да, Украине. Каким образом, как Вы считаете? То, что нужно изменять, это факт. Оскільки свет изменился настолько, что користоваться теми идеями, которые у нас были народжены 20 лет назад, неможливо. Той свет, который появился после распространения Родинского Союза в 1991 году, он перестал существовать, возможно, сегодня. Мы входим в совсем другой свет, где будут совсем другие гравцы, где будут совсем другие мотивации. И, додайте, обратите внимание, что говорил сегодня президент Трамп про внешнюю политику. А фактически почти ничего. Он из внешнеполитических вопросов сказал только две тезы. Первый – это исламский фундаментализм, я его снижу. Второй – это мы не будем навязывать свои ценности, мы поважаем интересы других. Все. А вот, про что он говорил, это рабочие места, я рассчитывал 5-6 раз, потом перестал рассчитывать, сколько раз он наводил аллегорию фабрик, заводов, которые закинуты, а рабочие места переместились в Китай. То есть, это для него сейчас главная вопроса, внутренне политические вопроса, внутренне экономические вопроса. И это не только для Соединенных Штатов. Фактически, и США, и Европейский Союз, края из Захода, они стримко втрачают свои места в мире. Они перетворяются на такие соби места для отдыха и музеи для вихідцев из Китая или Индии, а через годы 20-30 вообще роль Европы и Захода может быть маргинализирована. США есть здоровой экономикой и еще могут как-то утриматься, а вот как Европейский Союз с их социальной экономикой будет утриматься, это очень сложно увидеть. То есть мы не можем сейчас влияние на то, что будет делать Трамп, но мы можем, на самом деле, влияние на себя. Зменить свою клиентскую поведенку, когда нам все обязаны, нам должны все что-то сделать, на совсем другое. Первое, мы должны только на себя. Только тогда, когда наша страна будет приваблива, с нами захочут серьезно говорить. Когда мы символ коррупции, когда мы символ институционной неспроможности, Вот это мы поговорим и прямо сейчас. Спасибо, Василия. Но наше поведение не всегда клиентское. Будем откровенны, наше поведение, оно где-то посерединке между клиентским и шулерским. Когда мы едем на Запад и рассказываем о том, как у нас движутся реформы. Запад при этом, ну вот Америка при Обаме, ну будем откровенны, прекрасно видели, что не реформы у нас, ну если движутся, то с очень большим скрипом и прогресса очень мало. Но поотически похлопали, хлопали по плечу и продолжали поотически помогать. господин Немыря, вот вы как дипломат с многолетним стажем, как считаете, этот номер с новой администрацией Белого дома пройдет или нет? Вот если позволите, нет, не позволю, я дал слово Григорию Немыре. Сергей. Знаете, есть хорошая новость и плохая новость. Хорошая новость в том, что в Америке нет усталости от Украины. В Вашингтоне нет усталости от Украины. Да, здесь стоит поаплодировать, я думаю. В Вашингтоне есть усталость от украинского руководства. Можно поаплодировать здесь. В Вашингтоне нет усталости от Украины, есть усталость от украинского руководства. И, кстати, это не только имеет отношение к новой администрации. То, что В Вашингтоне не было усталости от Украины, можно с уверенностью говорить и в отношении администрации президента, бывшего президента уже Обамы. Есть очень важный момент, когда вы поставили вопрос, удастся ли Киеву наладить отношения с новым Вашингтоном. Здесь есть проблемы, потому что, к сожалению, и уже коллеги некоторые говорили об этом, первое впечатление было испорчено. Я хочу напомнить, есть популярный сериал «Карточный домик» и вот Фрэнк Андервуд, главный герой этого сериала, одно из его выражений, которое очень мне нравится, что у первого впечатления нет второго шанса. А вот первое впечатление уже было испорчено. Испорчено еще во время 18 месяцев предвыборной кампании, испорчено тем, что, как некоторые коллеги говорили, министры, бывшие премьер-министры говорили о том, в уничижительном личностном, в плане о одном из ключевых участников президентской кампании. Но одно из выражений политический маргинал, если я не понимаю. Но еще очень важный момент, который, как бы, я думаю, мы можем много говорить о церемонии, как это все происходит, но я хотел бы повернуть это в Украину. 45-й президент в Соединенных Штатах, в Украине 5-й президент, всего 5 президентов. Вот если у нас сохранится эта должность в будущем, и когда, давайте подумаем, когда будет 45-й президент, если он будет Украиной, приносить присягу, то как будут вспоминать о 5-м, 4-м, 3-м, 2-м, 1-м президенте? Что будет в головах людей? Я сам себе задал этот вопрос и прочитал инаугурационную речь, инаугурационную промову президента Петра Алексеевича Порошенко. Это было 7-го червня 2014-го года. Кто хочет, я думаю, важно прочитать, особенно поревняться и потом задать себе вопрос. Вот три вещи, которые кидаются в очи. Первое, они касаются дипломатии. Тут про это говорили. И президент Порошенко тогда сказал, что он использует свой дипломатический опыт для того, чтобы добиться подписания нового международного договора, который пройдет на замену Будапештскому меморандуму и надаст реальные прямые безопасные гарантии щодо территориальной ценности, суверенитету и независимости Украины. Чи мы имеем этот новый международный договор после трех лет? Не имеем. Другая обещанка, я думаю, все знают, какая это обещанка, но там была конкретика, что с сечня 2015-го года украинцы смогут подорожевать до Европейского Союза без виз. Реакция справедливая. Григорий, согласитесь, согласитесь со стороны Украины для безвизового вопроса было сделано все. Колоссальная работа была проведена. Сейчас мы уже в парламенте очень много сделали, в министерстве иностранных дел очень много сделали. И третья такая обещанка, ну очень, это знищить коррупцию. Это знищить коррупцию, как основной индикатор, который подтверждает, что жизнь по-новому началась. Вот, когда мы говорим про Трампа, действительно он не вкладывается в шаблоны, действительно нестандартная человек, действительно человек в 70 лет, до речи. Это самый пожилой, это самый взрослый, скажем так, президент, который вступает на пост в Америке. Говорят, что так, он как-то небезопасный, что-то такое. Действительно, речи, которые он говорит, складно вкладывать в шаблоны. Но в тот же час говорят, все эксперты, что есть система сдержек и противовеса. Есть Конгресс, есть эксперты, есть кабинет, который будет это сдерживать. Вот я опять поверну. То есть, все-таки Америка выбрала не царя, который будет править единолично. А в Украине есть система сдержек и противовеса? Нет. Есть ли в Украине парламент, который может... Григорий, вы начали с этого, я могу ответить вашими же словами. Америка избрала 45-го президента, а у нас сейчас, на сегодняшний день, всего лишь 5-й. И последнее, как говорят американцы... Очень коротко, пожалуйста. Я думаю, те коллеги, которые внимательно всматривались в кадры инаугурации и пытались там отыскать, а есть ли там Юлия Владимировна Тимошенко, потому что очень много средств массовой информации, телевидения и некоторые издания написали, что Юлия Тимошенко там уже, что она ходит и встречается, и ее там не увидели. Дело в том, что... Вы считаете, это был бы минус для Юлии Тимошенко? Юлия Тимошенко, Григория Немиря, наши коллеги, мы не планировали принимать участие в этой инаугурации, потому что это не принято, это не дает никакой возможности реального диалога и реальных контактов. Но это еще раз подсказывает, насколько иногда некомпетентно, это если очень по минимуму, а насколько иногда сознательно вбрасывается такой так называемый компромат, для того, чтобы внутри политических целей каким-то образом ущемить оппонента. Спасибо. Татьяна Острякова, вам слово обещала Татьяна Николаевич Скорик. На всех визит, все по очереди. Сергей, вы... Мы идем по этому блоку, всем обещаю дать слово. Татьяна, вы первая. Думаю, что для украинских владельцев кабинетов оборудование Трампа президентом стало сюрпризом, но я уверена, что это не вирок для Украины и ее подальшой роли на геополитической арене. Тут, подкреслю, треба разъединять Украину и украинскую владу. Трамп, как правильно коллеги зазначили, является президентом американского выборца. Поэтому в своей инаугурационной промои он орентировался на то, что хочет почувствовать пересечный американец. И, безусловно, это рабочие места. Местца – это заработные платы, это благополучие, власне, каждого гражданина Америки. Но давайте думать реально, чи сможет он сконцентроваться только на национальных проблемах Америки. Без того, чтобы враховывать загрозы Китаю, тем более, из которого он планирует брать производство этих самых мощных американских корпораций и перенести в Америку. И без того, чтобы враховывать загрозы, в частности, Россию. И поэтому, в первую очередь, Украина должна найти тот национальный интерес, который, в том числе, станет спильным с национальным интересом Америки. И строить отношения на засадах взаимовыгодности и взаимоповаги, а не так, как было 25 лет, когда украинская влада стояла с простягнутою рукой, выпрошивала допомогу, выпрошивала гроши для того, чтобы потом их тут по кишеням разтикувать. И вот именно мы должны сейчас думать, какой это национальный интерес. Это инвестиции, безусловно, погоджуюсь с коллегами. Но что я передумываю для того, чтобы нынешние американские компании, которые уже есть в Украине, не пошли? Это судовая система, это защит права власти, это стабильная валюта, это прозорое и четкое оподаткувание. Нам нужно сконцентрироваться на этом. Наступная позиция. Только Украина на сегодняшний день имеет тот бесценный опыт, который Америка должна использовать в протистоянии с Россией. Потому что мы единственные, кто легитимно сейчас может говорить о войне. Мы знаем, что такое война, и мы это на себе проживаем третий год. Тут нужно также, чтобы Америка сделала висновок из той исторической помилки, из той политики, которую Америка спрашивала на начале 90-х, когда она официально сказала, что она любит Россию, и за это, власне, отдала Россию доминьон на постсадянском просторе. И вот тут нужно про это думать, а не просить, дайте нам гроши, дайте нам допомогу. Вопрос в том, будут ли думать, но, наверное, он пока скорее риторический. Николай, вам обещал слово. Вы знаете, сегодня звучали слова, будет ли Украина объектом американской политики или нет. Вот мне, честно говоря, как гражданин Украины, хочется, чтобы Украина вернула субъектность в этой политике. Вот в первую очередь, мне кажется, что мы должны поздравить сегодня весь американский народ. Я думаю, что все те, кто смотрел церемонию инаугурации, не будучи американским гражданином, гордость за американский народ, потому что, действительно, они сегодня продемонстрировали, что Америка великое государство. И вот сегодня говорилось о том, будет ли противоречие между, скажем, теми отношениями, которые сложились, уже априори сложились у новой администрации Трампа и украинского руководства, и последующими шагами. Вот сегодня очень важное слово звучало, это прагматизм. Но Трамп, прагматик, он это продемонстрировал лишний раз своей инаугурационной речью, и в этой речи были четкие посылы на, действительно, сегодня уже об этом говорилось, на внутриамериканские проблемы. И он говорил о своих ближайших шагах и ближайших указах перед процедурой инаугурации. Это вопросы, связанные с мигрантами с Мексикой, это вопросы, связанные с непродуктивными бюджетными расходами, так называемая проблема Обама Кэр, это проблема взаимоотношений с корпорациями, которые работают в Мексике, которые беспошлино завозят продукцию в Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты лишаются своих рабочих мест и так далее. Он несколько раз своей инаугурационной речи возвращался к доходам простых американцев, простых рабочих, делал на этом акцент. Мне очень хочется, чтобы мы не гадали на кофейной гуще в отношении того, как будет Америка вести себя по отношению к Украине с здесь новым президентом. Мне хочется, чтобы Украина сделала из этого простой вывод, что наша политика должна быть проукраинской, что мы должны понять, что главные проблемы, они волнуют только нас и они главные только для нас. И для того, чтобы мы эти проблемы могли решать, у нас действительно, мы в первую очередь должны вернуть в стране мир, мы действительно должны заняться реальной экономикой. И в этой ситуации взаимоотношения с Соединенными Штатами – это один из ключевых вопросов. И в этой ситуации, когда говорится о том, и сегодня несколько раз звучали эти слова, что да, нет усталости от Украины, есть усталость от украинского руководства, то вывод напрашивается сам собой, что единственный выход из этой ситуации – это поменять в стране власть, это сделать власть прагматичной, проукраинской, не проворовавшейся, которая думает, кому бы приткнуться для того, чтобы тебя не отвечать за все содеянное, а действительно проукраинской властью, которая будет работать для своего народа. Сергей Рудович. А парламент ходит в проукраинское руководство? А о парламенте я сейчас умолчу, потому что мы его разберем по полочкам, его деятельность вот немного позже, буквально через несколько минут. Попривейте. Сергей. У меня в руках программа церемонии инаугурации президента США, но не Трампа, а Джорджа Буша-молодшего. 15-16, точнее, 6 лет назад, группа неурядовых лидеров, среди которых был я, и журналистов Украины, на запрошение американской стороны, отведали то, что сегодня целый день смотрелся весь мир. И там стояли правдометрив за 300-400 от тех мест, которые стояли 350 тысяч долларов. Это первый ряд, с кем здоровается Трамп. Там 5 тысяч, кажут, долларов, это остальная гальорка. А дальше были простые американцы, и среди них затисалась группа... А наши политики, извините, в основном те, которые массово слетелись в эти дни в Вашингтон, они в какой группе были чаще? Где их чаще можно было встретить? Рукопожатных, достигаемых взглядом, или 148-х лебедей у пруда? Я сейчас и ответил. У меня было дежавю, потому что очень мало что изменилось с той картинкой, которая была 15 лет назад. Для Америки церемония инаугурации это в первую очередь шоу. Я поддерживаю свою коллегу, которая сказала, про то, что в этом году Трамп собрал максимально большую сумму сборей. Почему? Для таких, яких от нас, в том числе, поехали от нашей страны на эту ярмарку Мадонославства. Кто там поехал по делу? По делу там был посол Украины США. Все решили свой приезд туда, исключительно на украинскую аудиторию. Думайте, мы там были, значит, от нас что-то залежит. Призвища загально-відомые. Я, до речи, не побачил там Онищенко, який сказал, что он друг президента США и он однозначно прийде до него на инаугурацию. Это первая часть. Другая часть. Для Украины важнейше не кто от нас ездит в США, а кто из США приезжает на инаугурацию наших президентов. Загадайте, кто приезжал от имени США на инаугурацию президента Порошева? Вице-президент Байден. А до Кучми кто приезжал? Заступник министра энергетики. Где была инаугурация в Украине? В закрытых помещениях, на жаль. У них, ви бачите, где? Что, у них меньше уровень небезпеки, чем у нас? То есть, у нас есть, в чем инаугурация. И последнее. Чтобы оценивать правильную роль США вставленной до Украины, что произойдет в ближайший час, давайте сгадаем подеи месячной давности. До кого позвонил президент США? В десятке был президент Украины. Найближний визит анонсованный на лютому. Дай Бог, чтобы он произошел. Про что они там будут говорить? Мы можем только догадывать. Но не нужно все привести до того, что Украина еще не готова. Что Украина что-то не выполнила, что у нас проблем вот так. Но мы выполнили все перед Европейским Союзом. 144 вимоги. Теперь мяч на их поле. Ничего поднимет. Спасибо, Сергей. Спасибо. что Сумця, США. Будапештский меморандум ничего не написано про то, что Украина через 96 или 94 года мала сделать через 25 лет. Там было написано отдайте ядерную оружие и мы вам забезпечим безопасность. Вот что має сделать США сегодня поведушник до Украины без жодных умов. Сергей, вы вспомнили о Байдене. Да, безусловно, это огромный друг Украины, но вас не смущает, что во время, ну как минимум двух последних визитов и во время последнего выступления Байдена в Верховной Раде и во время последней пресс-конференции во время визита вот буквально накануне инаугурации Трампа Байден все время корил украинскую власть в том, что она не может победить коррупцию. Ну, как-то это не странно выглядит, просто как-то неудобно, когда большой друг Украины во время каждого приезда говорит об одном и том же, об одном и том же, об одном и том же, а в Украине ситуация не меняется. Да, Дмитрий? Дмитрий, затем Андрей Лев. Я как раз хотел сгадать как раз про Байдена, действительно, мы пригадуем его полку промову, так он действительно был на инаугурации, так, потом его полка промова на самом деле была эксцентрична в стенах Верховной Рады и вот эта его прощальна сейчас буквально там, так она была во время его последнего и этого самого пощального визита. Какие основные тези, которые приняли? Он сподівается, что Украина, что новая администрация будет співпрацювать с Украиной, но тут у нас много пунктов, но. Первое, что Украина таки будет проводить реформи, а украинцы таки реально контролюватим владу, что у нас особистая мета целей политики, нарешті нас переважить суспильный интерес, да, прокоминство, до речи, наше легендарное, легендарное он напоминал. Далее, про реалистичную борьбу с коррупцией, а не только про намеры, декларации и всего остального, чем занимается на сегодняшний день украинская влада уже третий рік. Хотя, до речи, надо дать принадлежное парламенту, все инструменты для этой борьбы парламент правоохранным структурам дав. Так вот, мы сегодня говорим про то, что нужно в Америке, давайте мы сделаем так. Так, все, что сказал Байден, все, что в очевидении, скажет Трамп, в первую очередь, нужно нам и украинцям. Это требует украинский народ. Он требовал на Майдане. Это что-то отличается от этих требований Майдана, которые лунали три года назад? Да, ничего не отличается. И давайте мы в первую очередь, я поддерживаю эту думку, думать про то, что все эти заходы, в первую очередь, нужны нам тут, в Украине, и это и есть требований украинского общества. А дальше, почему они есть? Потому что воинское общество дозрело и понимает, что лучше за тех, кто есть на сегодняшний день при владе и провалил это, а на сегодняшний день это провально, я понимаю, что только совершившие эти заходы, можно стать сильной государой, а сильной государой будут говорить все другие государства. И уже на правах паритета, а не то, как вы выразили сегодня в варианте клиента или с протяжной рукой. А, на жаль, на сегодняшний день действительно, я подтверждаю эту думку, такого напившахрая, который постоянно пытается обдурить наших партнеров, которые на самом деле отыграют очень важную роль, особенно в внешнеполитической деятельности нашей страны. Наверное, я не ошибусь. Спасибо, Дмитрий. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что самая главная вещь, которую ждет Украина от новой администрации президента, это все-таки попытка повлиять и приблизить мир в Украине. Андрей Ильенко, вам хочу задать вопрос. Как вы считаете, получится ли администрации Трампа придать новый импульс переговорам по Донбассу? И вообще будет ли заниматься администрация президента этим вопросом или переложить все на плечи европейцев? Я, знаете, сегодня уважно слушал промову Трампа уже в якости президента. И он это несколько разов, кажется, повторил. Он сказал, что оттепер национальные интересы Америки понад усе. И при этом он сказал, что мы будем поважать другие страны не нужны украинцам, а не под замовление кого-то за кордону, неважно с какого боку кордон. И это принизливо, когда нам, суверенней державе, даже очень впливови люди, даже если они делают это в дружной атмосфере, или даже не вказают, что нам делать в нашей политике. Потому что Украина три года воюет сам на сам. Так, дипломатичная поддержка есть, общие фразы есть, но оружие нам кто-то дав реальные деньги не в кредит, а вот так живые деньги на войну, на оборону нам кто-то знал, нам дали какой-то Будапештский меморандум выполненный? Ні. И мы сейчас говорим, вот какие были чудовые отношения с предельной администрацией, а теперь будут плохие. Я не считаю, что тут нужно говорить або черное, або белое. Потому что Обама, который ну, считался проукраинский, или проукраинский, он не не сделал. Он был президентом Америки, который за последние пев столетия занимался Европой вообще среди американских президентов. Сейчас пришел, мы можем по-разному ставиться, но пришел реалист, пришел прагматик, пришла людина, которая не будет заниматься идеологией в внешней политике, а которая будет заниматься под рахунком и национальными интересами своей страны. И мы должны так же делать. Мы должны понимать, что не будет интересоваться по великому рахунку Трампа выполнение каких-то формальных вещей, а будет интересоваться насколько Украина сильна, насколько Украина прогнозована, насколько она интересный партнер для Америки. Это мы должны заниматься. Нам никто не допоможет не прилетит Трамп на вертолете и не допоможет нам. Мы должны сделать себя сильными и будем говорить с другим Украином. Повещал Вам слово очень коротко. Пожалуйста, у меня еще есть вопрос к экспертам. Ключовое понимание, и это нужно сказать в эфире в прямом, действительно, иметь свой план и мир, и свой план борьбы с коррупцией. И в этом нужно и навязывать, и сформировать и новую международную коалицию, и в том числе с новой президентской администрации США. Спасибо. Но волнует еще вопрос. Давайте будем откровенными денег. Все-таки до сих пор мы стоим перед Западом с протянутой рукой. Тарас Козак, Вам вопрос как к экономическому эксперту. При администрации Трампа будет ли, ну, по крайней мере, не свернуты все эти программы помощи? В первую очередь, я, конечно, говорю о траншах от МВФ. Как Вы считаете? Мы сегодня думаем, как будет чинить Трамп на посаде президента. Мы не знаем, какие кроки он будет делать, но мы знаем, в каких принципах он базуется. Трамп, на отмече от многих передних президентов есть бизнесмен. Бизнесмен, который не просто зарабатывает деньги, а который стал миллиардером, причем несколько раз в порядке, потому что он банкротировал и так далее. Он не является политической номенклатурой, он не является общественным действием, как передняя большинство президентов, которых торбовали международные отношения, которых торбовали права каких-то меньшин, или так далее. Его торбуют статки. Сначала он торбовал простатки собственной, своей семьи. Он сказал, его основной лозунг «Зробим Америку великою снова». Велика краяна это сильная страна, а сильная страна только та, которая имеет сильную экономику. И поэтому он будет отбудовывать экономику, и будет меньше интересно, что с Украиной. Украинская экономика, американская экономика. Теперь микрофон Александр Ирич Медилова, Александр Сашов. Вот так ты считаешь, если теперь рассматривать самые негативные сценарии, представить, что Украина будет получать меньше помощи Соединенных Штатов Америки. К чему нужно готовиться Украине? Каким потрясением? Каким угрозам? Ну, этот блок начали еще с того, как будет Украина выстраивать взаимоотношения с Трампом, с чистого листа, не с чистого листа. Давайте понимать, что когда Обама становился президентом, он не пришел с готовыми опять Украино-американскими отношениями, не выстраивались тоже с чистого листа. И на Обаму, как на президента, на кандидата тогда в президенты, тоже украинская страна особо не ставила, там тоже было косяков, ну, очень-очень много. Вопрос в другом, что, почему такое большое количество еще депутатов и там разных чиновников и бизнесменов поехало сейчас на инаугурацию, кто-то даст сделать селфи, кто-то рядом, кто-то на фоне Белого дома, а кто-то действительно налаживает эти мосты. Во-первых, потому что официальная делегация, особенно делегация МИДа, сама тоже успела накосячить, и сам посол господин Чалый тоже был как раз, не в лучшем свете представлен, он, в принципе, активно агитировал за Хиллари Клинт. Он откровенно работал на компанию Хиллари Клинт. Поэтому, оставаясь действующим как бы послом, ну, это тоже, скажем так, если в этом помним мы, то явно как бы и в Америке об этом не забывают. Второй момент, то есть, есть запрос как внутри Украины на альтернативные источники коммуникации, так и с американской стороны. И это сейчас будет делаться. И я думаю, что как раз те оппозиционные силы, которые смогут найти, серьезные игроки, которые смогут найти сейчас вот эти вот мостики и выстроить коммуникацию, те и будут. Независимо от того, будет это в рядах там Юлии Владимировны, или это будет там в рядах там Юрия Бойко, но этот поиск будет происходить. Потому что Трамп будет вести переговоры с серьезными, солидными игроками с историей, а не с новичками. Нельзя стать серьезным политиком за день. И это прекрасно понимает все равно. И все-таки, спасибо, Саш. И все-таки, не срослись эти переговоры. Нет, мы продолжим в следующем части. Не срослись эти переговоры. Меньше помощи мы получаем от Соединенных Штатов. Каким угрозам все-таки нужно готовиться Украине на сегодняшний день? Сергей Каплин, меньше минуты у вас, предупреждаю сразу. Перебью. Трамп первый американский настоящий президент простых американцев, простых людей. Я считаю, что это абсолютно позитивный, нормальный тренд новой мировой политики. Это первое. Второе. Украина должна и давайте говорить абсолютно будет. И он, кстати, достаточно был левый в своих позициях. То есть, можно его смело называть социал-демократом. Что приятно вдвойне. Ну да, о рабочих он сегодня говорил очень много. Я думаю, вас это порадует. Третья важная составляющая. Третья важная составляющая. Мы обязательно должны сделать выводы из конфликта, в который нас втянул Народный фронт. И я буду настаивать в судебном порядке. Буду призывать голосовать соответствующее обращение к администрации и к Трампу лично со стороны нашего парламента. Пока мы не выгоним из коалиции Народный фронт, а Петренко, Пашинских и остальных с власти, никакого диалога у Америки с Украиной не будет. Но не только в этом согласитесь спасение нашей страны и в частности нашего парламента. Здесь, если резюмировать четко звучала одна мысль пора уже собрать волю в кулак и начать пахать. Пахать вы судя по всему не готовы. Я не припомню месяца января за ближайшие несколько прошедших лет когда парламент в Украине практически не работал. Вы собрались всего лишь на одну неделю и снова ушли отдыхать. Что это за праздник ничего не делания и к чему это может привести? Как долго вы так будете испытывать терпение украинцев? Мы об этом поговорим во втором часе. Зрителей прошу дождаться. Это черное зеркало. Мы продолжаем. Спасибо огромное, что дождались. Как вы помните в первом часе мы обсуждали приход ко власти нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и говорили о старте нового политического сезона во всем мире. Хочу отметить, что украинские политики очень переживали перед стартом этого сезона. Так переживали, что даже решили первые две недели января три недели не работать. Отдыхали в основном на морях. Вернувшись с морей ни шатка, ни валка отработали одну неделю, разнервничали, видимо, с приходом Трампа и решили отдохнуть еще. Вы не поверите, но в этом году был установлен парламентский рекорд. Рада практически не работает целый месяц. Как долго могут продлиться эти депутатские каникулы и как долго страна будет все это терпеть, обсудим прямо сейчас. Напомню, что сегодня была закрыта пятая сессия, то есть прошлогодняя сессия фактически. Начну с цитаты спикера Андрей Порубий заявил, что считает успешной закрывшуюся сегодня сессию Верховной Рады этого созыва. Александр Ильич Медилов, вы как человек, который внимательно со стороны наблюдает за политическим процессом в стране. Согласны с этой оценкой спикера? Насколько она объективна? Нет, считаю, что неэффективно работает Рада 8-го созыва и конкретно вот эта вот сессия по нескольким причинам. Во-первых, продолжается законодательный спам в большей части. Я не буду говорить, что ничего не делается, да, или там нет, конечно, есть какие-то изменения происходят, запускаются, начинается загрузка некоторых так называемых реформ, но в большинстве своем продолжается кнопкодавство, продолжается нарушение регламента, ну, как бы все ТБЧ, с которыми мы неоднократно здесь уже в этой студии обсуждали, они есть. Что еще? Явно в Новый год, в 17-й, мы входим с проблемой того, что через законодательный орган нельзя протащить, скажем так, или законодательные проекты от оппозиции, которые сейчас, оппозиция у нас разная, но при этом все их инициативы не голосуются. Если переходить от той темы, с которой мы начинали, да, вот Америка, есть законопроекты в интересах государства, неважно, кто их предлагает, но они могут быть полезны. Вот сейчас надо менять вот эту вот как раз уже традицию и переходить к тому, что должно от эмоций переходить к рацио, если инициатива должна быть воплощена, потому что она в пользу стране, а не потому, что ее кто-то инициировал из тех, кто не нравится, не рукопожатен или еще какая-то ситуация. То есть вот это надо в законодательном органе конечно менять. Еще большая проблема это посещаемость, конечно же. Мы очень часто констатируем, что в пятницу полупустые трибуны, сейчас у нас был то Давос, то у нас был приезд Байдена, то у нас теперь инаугурация Трампа. То есть любые причины, но кроме того, что все важно, кроме самой Украины. Почему украинская повестка дня все время становится на 5-6-7 эшелон? Надо, чтобы все-таки Украина была для украинцев доминирующей. А все остальное уже потом. Кроме нас наши проблемы никто решать не будет. Как говорят Александра, моей любимой, ставшей родной Одессе, все кипит и все сырое. Наверное, так можно сказать о нашем политике за последний длительный промежуток времени. Вадим Карасев, как вы считаете, вот Александра говорит о том, что у нас очень мало украинских тем в политической повестке дня. Давайте вспомним, за последний месяц украинских тем обсуждаемых было, пожалуй, всего две. Это скандал с Пашинским, который, я имею ввиду его выстрелы эти, расстрелом я не могу это назвать, не могу сейчас подобрать слово. Вот этот инцидент скандальный. И ситуация с исполняющей обязанности министра здравоохранения. Не слишком ли скудновато, для политической жизни в Украине? Как вы считаете? Скудновато. Все же зависит от того, как генерировать повестку. Повестка дня она шформируется. Не только информационные поводы, не только реакция на какое-то событие, а и создаются события. Это надо иметь картину аналитическую, мировоззрение другого, картину мира. Знаете, о чем мы говорим? Мир другой. Меняется. Парламент у нас из старого мира. Вчерашнего, позавчерашнего дня. Ну нравится, ну так оно и есть. Хорошо. Поэтому надо готовиться. Откуда браться темам политической повестки, если фактически мы в январе видим неработающий парламент? Как вы можете это прокомментировать? Посмотрите, как делается повестка. Вот в течение всего января обсуждали вот этот выстрел Пашинского, так, и там надо оружие или не надо оружие раздавать короткоствольное. Так, и еще вот этот супруг. А ведь тот же Пенчук, Филиппчук, они предложили для обсуждения может быть спорные тезисы, но их надо было обсуждать, эти тезисы, разбирать по косточкам, говорить о том, как дальше действовать. Ведь, ну давайте говорим, но не самые глупые люди об этом говорят, ну и не самые и влиятельные люди, если говорить о Пенчуке, наверное, о чем-то он знает, наверное, о чем-то думает, и, наверное, выступил правильно. Согласитесь, любую тему, которая касается жизни государства, его жизнеспособности, в первую очередь должны обсуждать, конечно, и СМИ, но во вторую, наверное, в первую очередь, политики, в данном случае, даже депутаты, которые влияют и на внешнюю, и на внутреннюю политику страны. Я снова подвожу вас к этой теме. Почему в Украине месяц не работает парламент? Может ли себе страна в нынешнем положении, в условиях военных действий и экономической ситуации, которая у нас есть, себе позволить такую роскошь? Ну не может, тут, разумеется, ну что, это вопрос риторический, не может. Значит, или работайте, или уходите. Выход. Почему позволяет? Я же не сказал, или работайте, или уходите. Но почему позволяет? О чем это тогда говорит? Если в течение прошлого года мы все констатировали, что вряд ли в нашем парламенте есть коалиция, вряд ли у нас есть большинство, то на сегодняшний день я могу с полной уверенностью задавать вопрос, а есть ли у нас парламент? По итогам этого января. А есть ли у нас парламент нового времени? Вот времени, которое сегодня в мире, которое в стране. Вы понимаете, мы даже вот, может быть, не чувствуем сейчас, вообще, какие нас ждут грандиозные перемены в мире и в стране. К этому надо быть готовым. Мы как-то работаем на упреждение, или мы какие-то мелкие эпизоды обсуждаем. Это же мелкие эпизоды, которые мы обсуждаем в январе месяце. И главное, главный мой посыл такой, что надо так парламенту. Либо работайте, либо уходите. Дайте другим прийти. Пусть они работают тогда. Да. Маленькая ремарка, Александра. Если вы помните, наша многочисленная делегация, почти 50 человек, выезжала в Брюссель презентовать парламентскую реформу. Ну, кто ее увидел? Вот где эта реформа, которая была представлена вроде как в Брюсселе, когда в Украине ее никто не видел, и она не воплощена. Мы можем констатировать к концу года, что произошла парламентская... В чем? Что у нас, кроме детской комнаты, которую сделали, и должны были еще сделать комнату ринг, где можно бить друг другу морды. В чем конкретно произошли изменения качественные в парламенте? Их нет. У нас нету закона ни об оппозиции, нету закона об импичменте, которые нужны. У нас нету базовых вопросов, которые вот, когда мы говорим ценности демократии, тогда оно будет говорить, что законодательный орган работает не зря. А те какие-то мелкие изменения, которые мы констатируем как большие успехи, на самом деле, это, ну, знаете, такие просто рутина, каждодневная работа, которую просто надо делать. Сергей Рудок, а скажите, пожалуйста, а почему мы ничего не слышали о подведении итогов работы коалиции за год? Было ли, ну, там, достигнуто то, что вы декларировали во время своего объединения? Я уже молчу, конечно, о том, что мы до сих пор не увидели, в общем-то, список членов коалиции. Ну, я, за вашу дозволу, начну с первой частины. Чи все-таки... От, мы, смотрите, идучи сегодня на перерву, то есть закончилась сессия, но мы приняли план работы сессии наступной, шостою. Она складывается с 11 пленарных тижн, с 7 тижнений работы в комитетах и с 6 тижнений работы на округах. Тобто, я пытаюсь подвести наших телеглядачей до сутки законотворческого процесса. Вот ваш график, если он правильный. Тобто, это сечень месяц, да, было только один тиждень пленарки, но, перепрошу, был тиждень работы на округах. Вот я очень перепрошу за автобиографические данные, но я, например, за этот тиждень работы на округах отвечал 15 сел своего округа. Вот только в этот понедельник я отвечал 15 школ, место Смила и трех сел Чоказького района. То же самое сделали очень большая количество мажоритарных, которые ответили на свои заведения. В том, что вы мажоритарщик, Сергей, возможно ответ только в том, что вы заинтересованы в том, чтобы вас избрали ваши избиратели. И это правильно, и это правильно, но есть же много списочников, которые, в общем-то, ни разу и не появились после своего избрания в тех округах, от которых они прошли. А если посмотреть на этот график, о котором вы сегодня говорите, 11 пленарных недель звучит очень хорошо, но, повторите, пожалуйста, его, господа режиссеры, если имеете такую возможность. Зрители сейчас посмотрят, да, обзавидуются, в депутаты любой бы пошел. 44 дня за 6 месяцев. 44 рабочих дня, пленарных. Пленарных. Вы же прекрасно понимаете, Татьяна, и все... Бюджетного комитета в прошлом году. Татьяна, вы прекрасно знаете, что половина депутатов прогуляют и эти 44 пленарных заседания. Не то, что не появится в регионах, и не появится на заседании комитета Верховной Рады. Вот о чем нужно говорить. Не голосуйте за них. Вот о чем нужно говорить. Не голосуйте за них. Коли прийде осень 2019-го року, відбудутся наступные выборы. Сергей, для того, чтобы вы не голосовали, я здесь сейчас и распинаюсь. Голосуйте за тех, кто ходит и працует. Вот для этого, наверное, я это делаю. А не просто посылаю месседжи в обселенную. Татьяна. Декілька вещей, Я всех вижу, у нас много времени. Я всем дам слово. Извините. Все говорят, что там десь депутаты на морях и так далее. Я вот хотела бы знать, кто эти люди, которые были на морях. Вы без загара, констатирую. Самопомощь сидела в зале в полном складе. Радикальная фракция сидела. Лыжи? Татьяна, вы без загара, лыжи? Батюшчина сидела, ОКО-блок бачила. Больше того, в втором, пока были законопроекты, которые не вызывали дискуссии в зале, они принимались, и можно поделиться 245-265 голосов, например, в целом ухваленный закон про электронный квиток, который позволит источным образом заоседать деньги на местном транспорте. Но для того, чтобы парламент работал не 8 календарных дней в пленарном режиме в месяц, нужно, чтобы были законопроекты, за которые есть коалиционная большинство, а ее нет. Поэтому я даже думаю, что это, возможно, и такая погодженная с верху позиция, когда депутаты правильных фракций из коалиции говорят, ну, можете, в четверг в ополонку, в середу в церкву, кто вмер, кто вмер, и так далее. Потому что нет законопроектов, за которые бы не собирались голосовать. Вы знаете, смотря на следующий, смотря на график следующей сессии, можно подумать, что у нас во церкове есть вообще все депутаты. На Пасху гулять будете? Месяц практически. Уходите 17-го, он в этом году ранее, Пасха, возвращайтесь аж 15-го мая. Не многовато ли для разговора, я не знаю. Вопрос тоже остается риторическим. Сергей Власенко. Вы знаете, я бы хотел объединять два вопроса, которые вы подняли. Первое, вы спросили, почему так мало и такие древние в принципе и такие которые обговорятся в медиа. Это первое вопрос. И второе вопрос, почему не работает парламент. Вы знаете, на жаль, мы из реальности государства перетворяемся в какую-то государство, которая живет пиарными инструментами и фейсбуком. При всей повазе до фейсбука и при всей повазе до пиару. Так вот, не поднимаются те темы серьезные и украинские, потому что на самом деле влада не хочет проводить дискусии по жодному важному вопросу важному для страны. Что, у нас была дискуссия по судовой реформе? Не было. Что, у нас есть дискуссия как развязать войну, как закончить войну на Донбассе? Нема дискуссий. Чи у нас есть дискуссия щодо того, где Украина будет через 5 лет? Нема такой дискуссии, владе такая дискуссия не нужна. Это первая теза. Другая теза. Чому не працює парламент? Парламент не працює тому, что а, на жаль, парламент перестав быть местом принятя решений. Решения принимаются извиняюсь парламенту, потому что за фракцию БПП решения принимают особисто Петро Порошенко и им по команде доводят, что они голосуют, что они не голосуют. И при всей повазе до коллеги Рудика он не впливает на это. На это впливает Петро Порошенко, его оточение. На фракцию Народного фронта впливает Арсений Яценюк, который тоже находится за межами парламенту, но впливает на приняте решений. Ну давайте уже объективности рады. Как часто вы говорите нет Юлия Тимошенко? Я в день по пять разів. Поверьте мне. Ну а я имею в виду голосование Верховной Раде. В день по пять разів. Поверьте мне. И потому что у нас у нас на каждом заседании фракции идет серьезная дискуссия про то, как голосовать за те или иные вопросы. И дискуссии абсолютно разные. Есть вопросы, в которых мы все одновременно, а есть вопросы, в которых у нас есть дискуссия. Хорошо, сделаю вид, что мы все забыли историю с императивным мандатом. Закончим это. Слушайте, повернемся до серьезных вещей. Еще раз, парламент управляется зовні, это раз. У депутатов в першу чергу провладной большинстве нема зацікавленности голосовать за законопроекты, которые они не инициируют, в которых они не знают зацікавленности и так далее. Поэтому они здебольшего не ходят на заседания. Малые фракции, не на вас особисто. Поэтому малые фракции, такие как самопомощь, меньшие фракции, такие как самопомощь, Батьківщина, иншие присутні, а их нема. Это второе и третье питание, которое вы тоже сказали абсолютно четко. На жаль, абсолютно очевидно, что никакой коалиции в парламенте не существует. Ее нема. У них нема 226 голосов, которые бы поддерживали даже их законы. И поэтому они каждый раз докупают эти голосы у разных олигархических групп. И, пробачьте, у Есть коалиция на сегодняшний день или нет? Я этот вопрос задам Сергею Нищенко. Сергей, в конце декабря прошлого года вы вышли из блока Петра Порошенко, правильно? Из фракции. Вы были в свое время 226 членом коалиции, который, в общем-то, обеспечил ей свою легитимность. На сегодняшний день как вы считаете, коалиция существует в Верховной Раде или нет? И существовал ли весь прошедший год? Ну, я, по-перше, хочу сказать, что любые выправдания тут депутатів про то, что кто-то как-то работает и Верховная Рада работает, я бы не сказал, потому что если ты выйдешь на улицу и спрашиваешь из 10, 10 скажут, что она не работает. Людей. По-перше, сегодня символичный день, потому что сегодня два года от того момента, когда наши бойцы и киборги 242 дни защищали страну в Донецком аэропорту. И там никто не сказал, никто не сказал, про то, что у нас есть отдыха, а давайте мы этот день или два недели отдыхаем, поедем куда-то, а давайте мы прогуляем что-то никто не собирался защищать страну 44 дня за 6 месяцев. 242 дней. То, что сейчас вы показываете, это, понимаете, как эти люди, как эти бойцы, как эти герои были в Донецком аэропорту, так депутаты должны работать. Это приклад, так они должны работать. Это первое. А в чём причина? Я могу вольно говорить, потому что я по компанії Чесно 100% відвідував все заседания. Повністю ни одного не было прогулу. Больше того, что саме больше въездов в регион и на округ по организації опора. То есть я могу вольно сказать про то, что я свои обовязки виконую на 100%, может не на 100%, надо еще лучше виконувати. Но оправдания и в этом немае. Потому что все равно парламент окременный депутат что-то там и працюет. Но то, что сказал Сергей, что нет влияния на весь процесс, это самая главная проблема. А проблема в том, что я вважаю, что на сегодняшний день эта система выборов, которая существует, и будет на следующий выбор, сейчас мы эту разрушим, будет еще гирше, я уверен. Почему? Потому что когда перед выборами все каривают про депутатскую неторканность, все за. Только первая сессия все в кусте. Никто не голосует про депутат Кондант Аркадьевич. Почему? А потому что все бизнесмены идут... ответы знают уже каждый телезритель, который регулярно смотрит наше шоу. Сергей, извините, все-таки. правильные умные вещи говорите, только на мой вопрос не отвечайте. Сергей, правильные умные вещи говорите, только на мой вопрос не отвечайте. С вашим выходом коалиция почила в БОЗе или нет? Я хайрахую математики. А вы, кстати, пока в коалиции были, вы этот список видели? Вы список членов коалиции видели? Вы его подписывали? Я не бачу. Вообще, интересно, существует в этом роде еще вопрос, наверное. вопрос. Не требует 450 депутатов. В 150 депутатов, в 150 мажоритарных округов я в конгрессмены, полученные в штатах, выбираются на каждом округе. Вот так вы не выбираете себя в депутатах. Хорошо, располняйте конгресс. Давайте, я приготовил для вас два видео. Вы все время говорите о том, что нужно выстраивать диалог с Америкой, ну и, наверное, вам, как депутатам Верховной Рады, в первую очередь выстраивать его с членами Американского конгресса. Покажите нам, пожалуйста, две картинки, два мира, две реальности. Как работают депутаты Верховной Рады Украины, как они работали на этой неделе. А вот картинка Американский конгресс. Вот здесь вы, вот, здесь, это видео этой недели. Вы видите, когда появляются кадры Верховной Рады. Видите ли вы там 339 человек, кажется, столько, да, было максимально зарегистрировано на этой неделе. И видите ли вы на видео из Американского конгресса 15-16 людей, которые, как оголтелые, бегают по залу с кучей карточек и занимаются втыкиванием, вот это кнопкодавство, с которым вы все боретесь во время каждой избирательной кампании. Это с регистрацией они бегают, а не кнопкодавство. Хорошо, в Америке вы это видите? Нема этого. А потому что таких выбрали, такие пришли, выбрали, потому что инша система. Андрей Ильенко, а можно выстроить равные отношения? Ведь не нужно думать, что Американский конгресс не видит, чем занимается у нас Верховная Рада. Дивите, я, очень просто, на самом деле, потому что, если в Америке конгрессмен не будет ходить на заседания, не будет появляться на своем выборчем окружении, будет брехать перед выборами говорить одно, потом голосовать за інше, будет перебегать с партией в партию, он вылетит на наступных выборах, его партия ни одна не высуне. Его даже партия ни одна не высуне, ни одна, ни другая. Он вылетит из політики не всегда. У нас, на жаль, трошки инша ситуация. Ну, конечно, инша, особенно если он богатый, совершенно инша. Я хотим бы сказать, что, ну, так власне, я же скажу, давайте, сприймите это как моё звернение. Звичайно, нужно изменять регламент, сделать жесткую ответственность за прогулы. Я так же не пропустил жодного заседания, поэтому могу про это говорить спокойно. Инши вси там санкции мают быть. Мы вважаем, что криминально ответственность за законодательство и так далее. Но я вертаюсь до всех выборцев. На будь-яких наступных выборах, неважливо, когда они будут, перед тем, как делать свой выбор, или за кандидата, неважливо, какая будет выборчая система, или за кандидата на округ, или за партию, подивите, пожалуйста, на этих людей. И подивите несколько вещей. Это займет полгода, годину максимум вашего чата, доступ до интернета, ну, уже достаточно легко найти, навіть там в селі. Подивите, электронная декларация цієї людини, подивите программу его на минулих выборах, и зайдите на сайт Верховной Ради, если это действующий депутат, або даже депутат минулих скликань. Там вся эта информация есть. Сколько он отзывал, сколько пропустил, какие законопроекти подав, какие запреты подав, или вообще не подавал, что он там в Верховной Раде делал, как он голосовал за ключевые законопроекты. И после этого сделайте свой выбор. Почитайте его биографию. Где он был, перебегал, он был последователь в своей позиции, что это перебежчик. И тогда вы сделаете правильный выбор, вы не разчаруетесь этой человеке. Потому что сегодня, в основном, нужно делать главный акцент. Можем быть политичная ответственность. В идеале, в принципе, у нас бы мог быть еще и закон про откликание депутата. Принаймно, если это мажоритарчик, это не так сложно сделать. Можно было бы давать возможность депутата, тогда бы у громады был реальный инструмент. И этот депутат бы там с того року не вылазил бы тогда. Потому что он бы понимал, только он начинает вхалявить, и его сразу приберут. Но, приношно, это мое заявление. Кто же такое проголосует, Андрей? А вот проголосуют те, которых уберут за тем рецептом, который я сказал. Дай-то Боже, наверное. Николай Скорий, как вы считаете, 44 кулинарных заседания за 6 месяцев. Насколько это позволительная роскошь для страны, которая фактически ведет войну, и которую, в том числе, и первые лица государства пугают возможным чуть ли не дефолтом. Я имею в виду сейчас, например, главу Нацбанка, который говорит, что без транши МВФ мы не проживем. Я отвечаю сразу на ваш вопрос. Я считаю, что вопрос не в том, сколько дней работают, а в том, что обсуждают. Вы сегодня сказали о тех информационных поводах, которые мы обсуждали совсем недавно. Вот представьте, вдумайтесь в то, что произошло. Человек, один человек, обладающий пистолетом, выстрелил другому в ногу. И наша прокуратура не суд, а прокуратура не признала тому, которому выстрелили в ногу, его потерпевшим. И все это нормально сказали, что этот, которому выстрелили, это агент Москвы. Наши полицейские перестреляли друг друга пять человек совсем недавно, месяц назад. И провели служебное расследование, несколько человек рекомендовали там делать выговор, и тоже как бы об этом никто не говорит. Наша власть действует по принципу, вот я очень люблю футбол, таким языком засушить время. Вот коллега из коалиции очень четко сказал, что вот будет 19-й год, и в 19-м году, пожалуйста, будем разбираться. Каждый месяц власть делает, как в Одессе говорят, хэджем, в отношении того, там, про коррупцию, с которой они борются. они успешно ее давным-давно побороли, и каждый месяц эти теневые потоки идут туда, куда им нужно. Власть главного не делает, она не обсуждает те вопросы, которые нужны для того, чтобы... Вопрос... Одну секунду. Вопрос урегулирования мира, возвращения мира в страну, возвращения территориальной целостности. Никаких шагов и в парламенте это не обсуждается. Мантры только идут... У нас парламент не открывается в месяц практически. Мантры только идут в отношении того, там, врагов и так далее. Второй момент. В отношении... Уровня жизни наших граждан. В отношении уровня тарифов. В отношении того... Той ситуации, которая происходит с курсом, вы сказали о Гонтареве. Ничего этого не обсуждается. Эти темы гасятся информационно. От того, что мы будем заниматься, там, будем в два раза больше или в три раза больше заседать, вот очень правильно сегодня говорили. Коалиции нет. Для чего им нужно столько свободных дней? Они там подбирают, 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 договариваются. Посмотрите на все голосования. Не по одному голосованию не было 226 голосов коалиционных. Не по одному. Те вопросы, которые проходили, вот о которых говорила коллега, там, 245, это были те действительно более-менее нормальные законопроекты, за которые давали голоса другие фракции, в том числе и наши. Как только этого не происходило, никакой работы близко не было. Поэтому единственный выход из этой ситуации перестать обсуждать. Вот вы знаете, опять же, тоже много говорится там о правах оппозиции, о этот парламент давно изнасиловал регламент, любые там нормы морали, любые исторические нормы в отношении того, что оппозиция всегда имела право контрольных функций, всегда имела право на определенные должности и так далее. этот парламент рассказывает руководство парламента в отношении того, что они выполняют рекомендации Кокса, близко этого нету. Ничего не делается. То есть, людей это не волнует. Люди просто не в состоянии больше выживать. И совершенно правильно говорит коллега, если 10 человек спросить, работает парламент, он скажет нет. О чем мы говорим? Это понятно. Спасибо, Николай. Вы затронули тему трагедии пляжичек. Я не планировал, конечно, об этом говорить, но все-таки, действительно, вопиющий случай 20 дисциплинарных взысканий. Ну, это выговор. Насколько это соразмерная цена 5-ти человеческим жизням? Сергей Каплин, вы как считаете? Ну, я не знаю, что здесь можно комментировать, но проглотит ли общество это? Проглотило уже. Знаете, один мой коллега, Виктор Пинзенек, говорит, по-моему, очень мудрую вещь, чем меньше парламент работает, тем лучше, потому что он меньше приносит горе своему государству. И дальше можно продолжить и сказать следующий тезис. Задать вопрос. Друзья, вот я ехал сюда, смотрел, ехал в автобус, и полностью набитый вечером люди возвращаются поздно с работы домой. Там, человек 40 или 50 в автобусе. Обычные, простые люди. И я задаю вопрос. А есть ли у меня и у этих людей государство с прочными, системными институтами, которые должны заботиться о жизни этих людей? Есть ли парламент? Нет, его нету. Нету. Он не выполняет своей миссионерской функции, он не несет никакую миссию, он не является центром принятия решений, он не генерирует эффективные, неординарные решения, которые могут стать локомотивом развития государства, гуманитарного развития, экономического развития, внешнеполитического развития. Там делаются заявления, которые просто крушат внешнюю политику нашей страны, ссорят с ведущими странами мира. Дальше. А есть ли у нас суды? Есть ли у тех простых людей суды, куда они могут прийти и получить защиту? Правосудие. Нету таких судов. Там нужно прийти и купить решение, даже если ты прав. А если не купишь, с тебя три шкуры сдерут и засудят. А есть ли прокуратура? Нету прокуратуры. А если с ГУУ тоже нету? Теперь, что касается этого случая. Но вряд ли вы открываете глаза украинцам, которые нас смотрят. Важнее понять, что делать. Ума много не надо, чтобы критиковать. Что делать? Я считаю, что нужно сделать три вещи за эти два года. Или я... Мне очень страшно это говорить вслух. Или моего государства не станет. Первое. Нужно немедленно провести несколько выборов. Абсолютную перезагрузку власти. Власть должна оказаться в руках новых людей и сил. И эти люди должны по уровню до 80-70% доверять новой власти. А не 10-15% при всем уважении к старым партиям. То, что сегодня мы имеем в политической партийной палитре. Вторая составляющая. Нужно железной рукой навести порядок в стране. Я знаю, это можно сделать в течение полугода. Как это сделал в свое время Лукашенко, как это делают в других странах. Третья важная составляющая. Примерно, это все, конечно. Еще жестче. В три раза жестче. Но дать возможность людям жить, выжить. А этой молодежи иметь завтрашний день. Третья важная составляющая. Сегодня Трамп говорил о чем? Они сформировали, формируют и будут реализовывать для Америки новый курс. Большая, огромная страна, которая хорошо живет, все равно становится на рельсе нового курса. Нам нужен новый курс. Новая повестка. Мы должны определиться. Нам новую курсу, новую повестку. Наши политики обещают уже много лет. Я закончу одну фразу. Боюсь, что американская Трампа быстрее дождутся. Даже в следующей передаче скажу самую важную вещь. Знаете, вот я у одного налоговика, начальника налоговой, одной областной, спросил. Слушай, вот скажи, вот скажи, пожалуйста, ну, вот скажи, пожалуйста, если у нас будет сильный президент, порядок в стране, жесткая, сильная власть, и вам дадут возможности действительно собирать налоги с тех, кто должен их платить, во сколько ты больше соберешь? Он сказал, в четыре раза минимум. А это значит, что у студентов в четыре раза выше стипендия. Значит, у пенсионеров в четыре раза выше пенсия. Это значит, что рабочие будут получать не три двести, а десять тысяч. Ну, что это значит, как же и зритель уже нафантазирует себе сам. Лучшие дороги, лучшие армии, и войну мы закончим задаре. Поэтому ключ простой. Порядок, новый курс, новая власть, и вперед строят будущее. Спасибо. Дмитрий Добродомов. Вы, представникой коалиции, на початку цієї теми задали дуже ключевое питание. Вы задали питание про те, чи проводила коалиция ООД то, что она робила. А проводить есть что? Потому что мы пригодим и есть коалициональная угода. В этой коалициональной угоде хорошие, правильные были написаны, реформаторские вещи, антикорупционные вещи. Сама коалиция этого не проводит, как и в принципе не делает. Но, вот мы с коллегами-депутатами, мой коллега Чемак инициировал от лист до президента Украины Порошенко. Так, мы сейчас збрали там понад 20 подписов. Про что в нем идет? Мы акцентовали на том, что была его передвиборщая программа, была коалициональная угода, где были ключевые вещи, которые за 2,5 лет не выполнены. Ну, первое, это, словно, легендарное знание недоторганности с депутатами. До речи, обещали Шех Гройцман, будучи спикером, когда мы проголосовали в первом в первом встании на конституционное голосование 1-й недвижний вересня. Все делают вилет, ну, не все делают вилет, а те, кто отвечает за порядок Денний, что этого вопроса нет. Другой, безусловно, это законопроект о импетчменте президента. Далее, ключевый закон про новое выборное законодательство, то есть пропорционные списки за открытыми. И далее, мы заборговали только с прошлого года более 700 надзвичайно важных законопроектов. Сейчас Гонтарева выступает и говорит, что нам нужно кредит МВФ. Мечки минулого року, мы еще в листопаде мали прийти, например, сбільшить повноважение для... Мы уже новое получили, сейчас мы обсудим совсем скоро. Это ключевая речь. Повноважение для НАБУВ. В частині прослушки, проведение следствий под прикрытием, доступ до кореспонденции. Наш комитет еще в липні ухвалив его одноголосно до розгляду в парламенте. Проголосовавши тоди, мы бы могли претендувати на той транш, який нам ухвалили еще в вересні. Я просто наголошу, в вересні той миллиард нам ухвалили. Навіть, боячись таку элементарную речь зробити, надати новому антикорупційному органу больше повноважения, так, мы догрались до новых маячков зараз, где уже, если верить о том пролюдненном меморандуме, там уже и подвищение пенсионного века, там уже и продаж земли, и там есть хорошие и позитивные речи, безперечно монетизация субсидий, антикорупційный суд, который, мы, голосовавши, когда в парламенте реформу судебную вписали, что он будет законопроект, который законопро ТСК, не будет. И поэтому с этим вот ответным листом мы сейчас вернулись до президента, чтобы объяснили одну простую речь. Почему? Почему этого нет? Это же не лишь коалиция поддерживает. Я просто объясню, что, например, у нас четверо депутатов народного контроля, которые есть в парламенте. Эти вещи, которые в коллекционной угодке, мы всегда поддерживаем, а часто наши голоси стоят решальными в том, что они проходят. Мы готовы голосовать за знания недоторганности, я думаю, что коллеги из других сил, которые не есть, Батьковщина, самоположник, которые не есть в коалиции, за эти речи обновлядно голосуют, потому что эти речи это реально реальный поступ вперед. Это те реформы, которых от нас требует и украинское общество, и наши международные партнеры. И вот последний речь. Но пока все эти призывы голосования вы произносите в полупустом зале. Нет, вопрос только ответственности. Я от коллега Андрейенко полностью поддерживаю в этом. Друзья, я обратился сейчас в том числе и до людей. Не нужно только перекладать ответственность на депутатов, потому что в том, что эти депутаты, которые не ходят на работу, сегодня, вчера мы закрыли достроковую в четвертый. Это нонсенс. Это впервые, напевно, таки, впервые. А что вы от людей хотите? У людей на вас сегодня только одно влияние. Вели в руки и прийти к Верховной Раде. Я хочу от них только одно, чтобы они акцентовали и подтвердили. Анализуйте, смотрите, кто, как работает, кто свои обязанности выполняет. Все в политике обещали вам знание недоторганности, значит у нас конституционная большинство в парламенте. Давайте выставим представители коалиции отвечать на прозвучавшие здесь. Уникальная ситуация. Мы сегодня с Дмитром были в эфире другого канала, где говорили как раз про то, что сейчас он сегодня сказал, поэтому я вашу дозволу прокомментирую. Он говорил про лист Чумака, который подписан 17 сентября, до которого приедали 23 депутата, до которого приедали 23 депутата, если я не помню. Где лист адресованный президенту с проханием, что президент 6 законопроектов, которые там записаны, которые были вказаны в Коалийственном угоде, сделали невидкладными для того, чтобы парламент негайно приступил к их до развития. Я проанализовал, идучи на передачу, каждый из этих шести законопроектов, как кто голосовал и какая вообще процедура. Первое вопрос. Сергей, извините, давайте не будем обсуждать один конкретный законопроект. Зритель уже устал, он уже потерялся. Там ключовый законопроект Вам звучало главное обвинение. Коалиции нечем похвастаться в плане выполнения Коалиционного соглашения. Что Вы можете на это сказать? Прозвучали законопроекты, которые более важны, наверное, и для Украины, и для того же МВФ, который действительно выдвинул новые условия уже в этом году. Что с этим теперь делать? В нашей стране величезная количество проблем. В парламенте, в уряде, на улице, их бездель, я это понимаю и осведомлюю. Коалиционную соглашение нужно выполнять. Это однозначный посыл. Я с этим согласен. Больше того, как член коалиции, я пытаюсь с моего боку делать все, что в моих силах, чтобы это произошло. Но, смотрите, у нас тут присутствуют 8 народных депутатов. Мы, по сути, весь другую часть передачи говорим, парламент не такой. Да от нас восьмого залежит, что он был таким. Я чего? Дайте мне 30 секунд. В листі, 30 секунд, пожалуйста. Чистая маніпуляция. В нас восьмой ничего не залежит. Городный депутат Сергей Рудик здействовал 163 проекта в прошлом году в своем 198-м виборчем округе. Он отведал 45 сел своего виборчего округа. Я думал, у вас уже цифры посещаемости вашего округа закончились. Я вижу, как часто вы это делаете. Мы с вами друзья на фейсбуке. Я вижу все ваши фотоотчеты. Я вам верю, зрителям подтверждаю. Сергей Рудик просто не вылезает из своего избирательного округа. Это правда, честно. Я говорю это искренне. За всю историю украинского парламентаризма. Татьяна Острикова. Требования МВФ, о которых говорил Дмитрий Добродомов. Реально, что парламент этого созыва примет хотя бы один из тех законопроектов, на которые нужно отважиться, скажем так. Я и говорю, и о рынке земли, я говорю и о пенсионных изменениях, пенсионном законодательстве. Я, прежде всего, заступлюсь за здравую часть парламенту, в том числе и присутнюю тут. Хочу сказать правду, что та картинка поревняння работы украинского парламенту и американского, она была довольно маніпулятивной. Чему? Потому что картинка с украинского парламенту была взята сьогодні, когда уже сессия была закрыта и в зале власне депутаты уже расходились, а тем более сьогодні голосование не происходило. А картинка с американского парламенту взята тоді, коли власне відбувається важливое голосование и видно, что абсолютно кожный конгресмент в своем месте. вы не считаете маніпуляцией свои слова, когда говорите, что возможны в парламенте ситуации, когда туда просто тупо на работу не приходят народные депутаты. Я говорю, что есть такие ситуации, это відверто, Для того, чтобы они там как зайки сидели от звонка до звонка и уходили тогда, когда заканчивается а вы за кого голосовали, пане Алексею? Это мое личное дело. А видите, вот через такие голосования, за которые вам навіть зараз соромно в эфире публично дознатись, там больше половины ходить или ходить. Но еще одно, что хочу сказать за американские голосования. Когда мы спілкувалися с конгресменами, у них в кабинете и у них встановлено табло, они бачат, что происходит голосование. Час для голосования в них не 10 секунд, как у нас, чтобы добиться с одного конца и натиснуть на свою кнопку. А 15-20 минут, пив годины. То есть, своего кабинета человек видит, что сейчас будет голосование за такой закон и он может спокойно пойти в зал, высловить свою позицию и вернуться на свое рабочее место. Но, с другой стороны, сколько бы у нас длилась бюджетная ночь, если бы у нас были такие нормы голосования. Это мое застережение. А вот, будет скасовано. Я особисто переклала той проект, который был опубликован, это, конечно, неофицийный переклад, но тем не менее, там значено наступное. Там ничего не говорится про скасование, но значено, что уряд внесе в парламент и парламент проголосует за законопроект, которым будут уменьшены пильги для спрощено системы и выравнивается податковое навантажение спрощенцев с теми, кто на общей системе. Поэтому нам очень нужно сейчас с предпринимателями уважно следовать за тем, что будет делать уряд в этом направлении. Только в руках каждого из спрощенцев, каждого из предпринимателей сейчас находится ваша доля. Как вы будете уряду и парламенту доносить свою позицию, так и законопроект уряд и внесет в парламент. Карас Казак, скажите нам, пожалуйста, как экономический эксперт, как экономический эксперт, насколько будет острым тот меч Дамоклов, который завис над Верховной Радой в плане принятия вот этих всех требований МВФ, ну, облечения в законное русло. Мы можем еще как-то прожить без транша МВФ? Или ситуация уже настолько критична, что депутатам придется поднять руки за и проголосовать все, что им скажут? Вы знаете, в Украине не так важливо отримать этот транш, приблизно миллиард долларов США, потому что он идет в золотовалютные резервы Центрального банка, а наш Назбанк имеет достаточно на сегодня этих золотовалютных резервов. Нам важно продолжить співпрацю, оставаться в программе с МВФ, потому что, если появление этой программы, это сигнал для наших партнеров международных, для других институций международных, чтобы отримать от них поддержку, а также для международного бизнеса, который будет работать с украинскими предприятиями, если мы заключаем в программе. Ну да, сотрудничество в СМВФ это хороший сигнал, конечно, не есть. Я хотел бы звернуть увагу спочатку на цифры. Вы сказали, 44 дни будет в этой сессии. Насправедливо не 44, потому что народные депутаты добре знают, что на парламентском тижне не 4 дни рабочих, а 2. Это в вторник и четверг. Пятник это абсолютно неробочий день. Середа это практически неробочий день. То есть 22 дни рабочих за піврока. Дай Бог, каждому так працювать. Не работа, а сказка. И еще две вещи. Хорошая и плохая. За последний месяц парламент что касается экономики, два важных, два знаковых речи. Первое, ликвидировал податковую милицию. Про это писала Тетяна Осадькова, народный депутат. Про это много кто говорил, но еще может наши... Причем давайте говорить, что произошло, это випадково. Но это випадково. Классная речь парламента. А вы даже випадково ликвидировали податковую милицию. И плохая речь. Теж мало кто еще знает. Ухваливая Кодекс законной про працию, наши народные франции засунули там такую очень интересную позицию, про которую еще мало кто знает. Останная статья Кодекса законной про працию. Каждый предприниматель может быть штрафованы на сумму 320 тысяч гривен за то, что какой-то проверяющий, который называется Державный инспектор по прации, напишет заяву, что его не допустили до каких-то документов. Такая заявка является основой для того, чтобы 320 тысяч гривен накластили в 16-м малом предпринимательстве. Это просто два тротуера. Александр Мартийненко, сейчас я дам слово. Извините, Александр, проскучали вы этот эфир, но мне было интересно за вами наблюдать. У вас очень такое, знаете, эмпатийное лицо и всегда видно отношение к происходящему и к услышанному. Услышали вы много, я думаю, за этот час. Смотрите, вот если взять работоспособность нашего парламента, его отношение даже к работе, иногда хамское, месяц позволить себе гулять в нынешней ситуации, это тоже еще нужно иметь наглость. И задачи, которые стоят в ближайшие полгода перед парламентариями. Кто кого? Работа депутатов привалит? Или депутаты все-таки соберутся и проживут эту сессию, чтобы в сентябре следующего года открыть уже седьмую этого же созыва? Понимаете, вот я смотрю за уже не первым созывом, и в том числе, когда приходят новые депутаты, смотрю на тех, кто работает много лет, я, знаете, наблюдаю такую вещь. Вот когда депутаты приходят, приходят выборы, да, они приходят на работу, собираются комитеты, все остальное, закипает какая-то жизнь. Они начинают как-то что-то писать, активно работают, понимая, что вот выборы прошли, надо что-то делать. С каждым месяцем, как правило, все становится медленнее, медленнее и медленнее. А, во-первых, им нравится. Они начинают, во-первых, ничего не происходит, они начинают понимать, что вообще все хорошо. У них кабинет, ну, я вообще народный избранник, начнем с того, у меня мандат, здесь здание, я вообще делом занимаюсь, наконец-то. Я дурака валял все это время, а тут наконец-то, да, тут поездочка зарубежная, туда-сюда, там еще какое-то дело подвалил, а тут встречи международные. И, в общем, все хорошо. И, в общем, спешить по большому счету некуда, потому что срок, он есть, пять лет мне еще, здесь еще два с половиной года сидеть, и все, в общем, нормально. И, поэтому у нас многие реформы, вот если вы заметите, это, кстати, не только парламент касается, и правительство тоже. Они начинаются, например, с разработки плана подготовки дорожной карты концепции. Потом готовится план, в это время, потом готовится дорожная карта подготовки концепции, секундочку. Потом, соответственно, когда принимается дорожная карта, начинается подготовка концепции. Это все проходит какое-то время, как вы понимаете. Потом принимается концепция, потом появляется что? План мероприятий по реализации концепции, которые тоже нужно какое-то время приготовить. А потом, соответственно, начинается реализация плана мероприятий по реализации концепции. А в тресной этой работе главное, что все этапы этой работы оплачиваемы. То ли из государственных источников, то ли из грантов. Потому что если грант выдан, например, на год, как мне объяснили, что физически невозможно сделать работу за один месяц, потому что таким образом ставишь в идиотское положение грантодателя, на что же он выдавал грант, когда можно сделать за год, когда можно сделать на месяц, и вообще это делать не нужно. Поэтому, возвращаясь к первой части нашей программы, вот всё, что сейчас я рассказал, как вы понимаете, противоречит главному. Власть должна быть эффективна. Для Трампа, для украинского народа, она должна быть эффективна. Так вот, всё, что я рассказал, вот эта практика, которая происходит, которую вы прекрасно знаете, сидящие здесь, вот это всё противоречит понятию эффективность в принципе. А если эта власть неэффективна, ей ждать недолго. Александра, как вы считаете, затем Вадим Карасё поделится на своём союзе. Я хотела сказать, что когда мы говорим о том, начнёт ли коалиция выполнять коалиционное соглашение, и когда мы посмотрели на календарь, когда они только начнут выполнять, или задумываются, что пора уже... Нет, не отпуск, а иммунитет у нашего правительства, у Гройсмана в апреле заканчивается. А там как раз Пасха, а там как раз месяц новых каникул, а там как раз есть возможность замять и показать... А все уверены здесь присутствующих, что этот Кабмин как бы продержится дальше, а где будут голоса на новый Кабмин, а как начнут потом опять торговать возможными портфелями, а там как раз активность начнётся, там как раз вот в этом моменте будет очень интересно, и я как раз думаю, что не найдутся голоса. И их как раз опять будут торговать, договариваться, опять носить портфелями уже себе... Ну что, я вернусь к началу нашей программы, давайте не забывать, что за всем этим будет, я думаю, активно наблюдать новая администрация Белого дома. Мы начали с инаугурации Трампа, инаугурации Трампа, наверное, сегодня и завершим наш эфир. Одним из политиков, о котором мы говорили, который присутствовал от Украины на церемонии наугурации, был Борислав Берёза, он с нами сейчас на прямой связи. Борислав, перед отъездом, я вас приветствую, перед отъездом в Вашингтон, вы на своей странице в Фейсбуке написали, что вы, в частности, едете выстраивать новый диалог между украинскими политиками и американскими политиками. Ну что, делитесь ощущениями, первое впечатление, диалог этот вообще возможен хотя бы в ближайшее время? Или пока нас слушать будут не особо охотно? Я хочу начать с того, чтобы поняли в Украине одну вещь. Нас никто не сливает, но никто не собирается помогать. Проблемы Украины в данный момент должны волновать в первую очередь нас самих. В Америке они не стоят на первом плане. Более того, сегодня в своей инаугурационной речи Трамп сказал, что деньги среднего класса не должны уходить за океан. И это очень важный сигнал. Вчера в обсуждениях задавали очень много вопросов. Например, готова ли Украина выполнять свои обязательства? Какой план? Какие реформы? В какие сроки? Что? Когда? Как? Это очень большая череда вопросов, на которых у меня, увы, ответов не было. Ну и не было, честно говоря, полномочий отвечать на такие вопросы. Но американские конгрессмены четко говорят, у них есть 60 дней для того, чтобы показать Америке, что пришли профессионалы. 60 дней, в которых, увы, нет Украины. Украина сейчас, как кажется, на начасе. Почему? Наверное, вопрос к нашим дипломатам. Наверное, вопрос к тем чиновникам, которые должны были бы давно налаживать эти отношения. Администрация Трампа, увы, помнит некоторые, скажем так, не самые лестные отзывы в его сторону от очень многих политиков. И Трамп испытывает легкий холод к современной администрации Украины. Но я думаю, что все можно поправить, все можно выправить и действительно наладить нормальные отношения. Более того, американцы готовы. И самое главное, чтобы мы помнили. Сейчас пришло время прагматика. Время, когда мы должны четко понимать, что не то, что мы можем попросить, а что мы можем предложить. А предложить нам есть что. Борислав, ну не могу не задать вам и следующий вопрос. Он уже не столь важен, наверное, для Украины в плане геополитики. То есть вообще не важен. Украинский сегмент Фейсбука просто взорвала информация об украинских политиках, которые массово ломанулись в Вашингтон на инаугурацию Трампа. Назывались какие-то сумасшедшие суммы от 5000 долларов до миллиона за вип-столик недалеко там от трибуны, за которой произносится речь. Вам во сколько обошлась ваша поездка, если не секрет? Задумался. Моя поездка поставила меня только в перелет, проживание в гостинице, больше ни копейки. Все остальное я получил в общем пакете. Более того, я хочу объяснить, чтобы не путали в Украине. Есть молитовный завтрак, куда невозможно попасть без денег. Это благотворительная организация, куда ты платишь деньги и попадаешь. А есть инаугурация, где ты попадаешь, если тебя приглашает какая-то из сторон. Демократическая партия или республиканская партия. Также могут приглашать какие-либо силы, которые участвовали в президентской кампании. Меня пригласили сенаторы от республиканской партии. В наборы шло четыре билета. Один из билетов на бал, один билет на инаугурацию, билет на парад и еще на одно мероприятие. Все. У меня нет билетов, за которые надо платить. Единственный вопрос, который у меня возникает, кто раздувает эту истерию в Украине. И большие подозрения, что раздувают тех, кого не захотели видеть в Америке. Чаще всего это были люди, которые громко заявляли, что мы летим, у нас есть приглашение, нас ждут. А в итоге выясняется, что никто не ждет, никто их тут не ищет. И приглашение... Понятно, Борислав, спасибо. Давайте не будем меряться приглашениями, все-таки в наше эфирное время ограничено. Самое главное, что сказал Борислав, фраза, безусловно, очень важна фраза, Америка, да, я знаю, Америка сливать нас не собирается. Безусловно, это радостно слышать для украинцев, но поверьте мне, куда радостнее будет знать, осознавать, что их не сливают свои же собственные политики, которых они делегировали во власть. Смогут ли они так говорить или нет, решать вам, зрители, и вам, наши дорогие гости. Это было «Черное зеркало», наш первый выпуск в этом политическом сезоне. Я благодарю вам за внимание, до встречи через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!